Приветствую вас! И вообще говоря, идея простить себя за что-либо в первую очередь, наверное, связана с принятием. И в первую очередь идея простить себя за что-либо связана с принятием определенных чувств, переживаний, определенных состояний, в которых вы можете находиться. Когда этого не происходит, когда человеком не принимается что-то такое, когда человеком игнорируется что-то такое в пользу, например, некой концепции себя, в пользу, например, некого представления о себе, то возникает то, что, в общем, называется внутренним конфликтом. И человек пытается, пытается, например, себя удержать, пытается, ну, удержать, удержать себя в рамках вот этой самой концепции, в рамках этого представления о себе. Вот, ну, а в итоге это не всегда получается, и в итоге это выливается, как раз таки, вот, всякие действия не всегда хорошие, не всегда полезные для человека, не всегда, даже, ну, соответствующие его моральным, например, устоям, не всегда соответствующие даже его принципам и его идеалам, что, естественно, вызывает определенное раздражение, определенную реакцию негативную, вот, потому что, ну, всегда больно осознавать, что, по факту, ты не такой, каким себя, например, представлял, да? Вот, поэтому, здесь, пожалуй, стоит обратить внимание на то, что происходит у вас в отношениях, в отношениях с парнем. Я уверен, что, если в этом прозрация, если вам в этом быть, ну, например, с собой честной, вот, если набраться мужества, условно, и быть с собой честной, в этом, то можно увидеть, что есть вещи, которые вас в той или иной степени напрягают, вот, есть вещи, которые в той или иной степени вам не нравятся, вот, есть вещи, которые, может быть, может быть, вас даже раздражают, и вы отчаянно пытаетесь на это не обращать свое внимание, вы отчаянно пытаетесь это игнорировать, пытаетесь быть условно, условно, хорошей, пытаетесь быть условно той, какой вы себя представляли, но не той, какой вы являетесь, вы являетесь на самом деле. И вот, собственно, такой момент, да, такой аспект, такая вот трудность в некоторой степени играет, к сожалению, здесь, ну, вот, что-то вроде ключевой роли. потому что на вас это влияет достаточно сильно. И таким образом можно, в принципе, с уверенностью сказать, что именно вот движение в направлении именно признания в себе вот этих аспектов, которые ну вот имеют место быть, да, и является путем к прощению себя. насильно, насильно, насильно. Наверное, не очень хорошая идея, вот, именно вот насильно себя прощать, не очень хорошая идея. потому что, ну, редко когда что-то из этого получается хорошо. редко когда что-то из этого получается адекватно, редко когда это, ну, как-то вот хорошо работает. очень редко когда это хорошо работает. вот, поэтому здесь, на мой взгляд, желательно постараться быть в первую очередь максимально естественной, да, и честной с собой, вот, честной своим молодым человеком, вот, ну, как бы в ну, в контексте отношений, например, в контексте взаимодействия, там, с ним, например, опять же. вот. и вот когда, вот как-то вот в этом находить ресурс. как-то в этом находить то, что может делать делать вас самой собой, чтобы вы не играли в коротках, да, чтобы вы были максимально естественны, вот. а вот то, что я мог бы вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения вот того, что с ну, с моей точки зрения, да, вот мои позиции. Скажем так. Вот. Как бы, чувство вины перед молодым человеком, который у вас скорее всего есть, а также является, что важно, предметом работы. то есть, а, ну, также является, а, предметом разбора, самое самое. Это то, вот, собственно, что на вас влияет, да, это то, что, а, собственно, что на вас влияет, да, это то, что, а, Ну, по сути, то, где вы живёте, по сути, то, чем вы живёте, по сути. Это факт. Понимаете, я надеюсь, о чём идёт речь. Вот. И это достаточно важный аспект, потому что вы на это внимание не обращаетесь сейчас. Вы, условно говоря, игнорируете себя. Вот. Вы, условно говоря, ну, как-то вот себя зажимаете. Да, если не на постоянной основе, то уж совершенно точно, что периодически вы это делаете. Вот. Ну, возможно, чаще вы это делаете, чем вы думаете. Вот. Я, понятное дело, что наверняка я не знаю. Понятное дело, что я могу не знать, как, ну, как у вас это происходит. Вот. Поэтому... Тут вот, аа... Очень важный аспект, на который нужно обратить внимание. Простить себя, ну, прощать себя, простить себя, не делая таких действий, да, простить себя, не меняясь, не принимая чего-то в себе, ну, я бы сказал, невозможно. Я бы сказал, невозможно. Потому что по факту, да, вы остаетесь на том же месте, по сути, по сути тела вы остаетесь на том же месте и не двигаетесь никуда, не развиваете никуда. Вот. А прощение – это всегда определенное расширение. Кстати говоря, вот немаловажный момент, что чувство вины, которое вам, которое вам может ощущаться, да, чувство вины. Это, так же определенное, тенденция, к расширению, да, так же определенная тенденция к, эээ, тому, что вы можете испытывать, эээ, вот, к тому, что вы можете испытывать, эээ, какой-то вот, эээ, ну, вы можете испытывать, эээ, некоторую болезненность. Вот. Можете испытывать, эээ, некоторую невидовлетворенность, но при этом вы с ней ничего не делали. Вот. И, по факту, ситуация не меняется. Понимаете, да, что я, что я имею ввиду? Вот. Поэтому, что делать, что делать вам в этой ситуации, на мой взгляд? Решать вам, да, как, как поступать в этой ситуации, на мой взгляд? Вот. Решать вам, вот. Ну, а я думаю, что, обратить внимание в первую очередь нужно на ваше состояние, общее в целом, в отношении. Да? Что, эээ, почему-то, алкоголь вас, вот, вывел, эээ, условно говоря, вот в такую позицию, вот, и я не знаю, я не знаю, но могу вот только предположить, что, вероятно, вам что-то не нравится именно вот в отношениях со своим мужчиной, вот, раз вы так вот поступили, вот, измены это, конечно, не очень хорошо, вот, тут нечего, абсолютно, измены это не очень хорошо, безусловно, но штука вся в том, что дело, дело не в измене, как таковой, а дело скорее в, в вашем состоянии, дело скорее в том, как вы к себе относитесь, дело скорее в этом, я бы сказал, и если относитесь вы к себе не очень хорошо, если относитесь вы к себе, ну вот, вот так, да, если относитесь вы к себе вот таким образом, то, ну, как бы здесь будет практически всегда определенные трудности, здесь будут практически, практически всегда определенные сложности, вот, и это мне, как мне кажется, это нужно, ну, отдаваться тебе в этом отчет, вот, может быть, может быть, может быть, для вас это новое сейчас, может быть, может быть, для вас это новое, но, тем не менее, в этом направлении вам нужно двигаться, возможно, приглашая и своего молодого человека к, условно говоря, терапии, да, возможно, там, преследуя цель измениться, вот, возможно, преследуя цель изменить качество своей жизни, улучшить ее, вот, то есть тут вариантов достаточно много, вот, еще я бы отметил, то, что, то, что, как мне кажется, вы склонны обесценивать, обесценивать, ну, вот, в целом, себя, потому что вы говорите по факту, о том, как себя простить, вот, да, но вопрос в том, что, ну, вопрос в том, что вы почему-то решили, почему-то вы решили, что этот уникальный рецепт прощения, вот, я не знаю, почему вы решили, что этот уникальный рецепт существует, вот, и, но, вы считаете, что он есть, как мне кажется, а его нет, то есть, как бы, для каждого человека, да, это свой вариант, для каждого человека, это что-то свое, вот, и, в вашем случае, это так же справедливо, то есть, для вас есть свой собственный рецепт, для вас существует свой собственный путь, вот, ваш собственный путь, который вы, вот, который вам нужно пройти, вам нужно пройти этот путь, вот, ну, пока что вы его избегаете, на мой, на мой скромный взгляд, вот, ну, предполагаю, что есть, вот, какие-то другие пути, другого пути нет, поэтому, чем быстрее вы перестанете думать, что, есть какой-то способ, а, сразу махом, а, все решить, да, чем быстрее вы, вот, откажетесь от этого пути, вот, который, игнорирует вашу собственную ценность, вот, тем лучше будет для вас. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что это было вам интересно, надеюсь, пишите-то размышления определенные вы получили, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, удачи, вот, и успешного разрешения ваших. Проблем.